То есть бюджет получает 1 рубль, а теряет 10. Государство с акцизов табачных имеет копейку. Это даже сотой доли не хватает, чтобы лечить этих людей, которые страдают от болезней, полученных с помощью табака. Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Например, японцы Japan Tobacco производят в нашей стране такие сигареты, как LD, Петр Первый, Русский стиль, Наша Прима, Папирос и Беломор Канал. Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. К 2040 году она планирует полностью запретить курение. А в России от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это численность целого города, такого, как Иваново или Владимир. На сегодняшний день, я думаю, почти 100% всей табачной промышленности принадлежат зарубежному капиталу через подставных лиц и так далее. Но в любом случае все доходы идут туда, а все болезни остаются и смерти нам. Очень хорошо поделили, прекрасно поделили. Цинизм людей, которые продают и втягивают в курение наших сограждан, хорошо иллюстрирует высказывание бывшего дистрибьютора одной из крупных табачных компаний. Одна мне сказала при приеме на работу – «Я ненавижу людей, поэтому буду им продавать сигареты, чтоб сдохли поскорее». Я тогда обалдел даже, но подумал – она ведь самый перспективный сотрудник с таким мировоззрением. И взял ее. Ну а то, что это вред и то, что это убийство, все табачные и алкогольные компании знают прекраснейшим образом.